вот кто придумал фотографию фотоаппарат в каком веке скорее всего его придумал сатана там называют камера обскура кто такой обскур кто его знает там этого обскура ну говорят что фотография где-то там начали ее делать 1839 году хотя в 1826 году уже какой-то дядька умудрился сделать первый снимок это был такой ньюпс француз естественно что мог сфотографировать француз ньюпс ну вид из окна дурацкий такой черно-белый вид из окна фотографию придумал сатана я думаю много много миллионов лет тому назад потому что это просто необходимо было для истории человечества я думаю что где-то хранятся совершенно потрясающие фотоснимки сэлфи всевозможных фараонов инопланетян богов греческих и прочих там которые на оливье жили просто мы но в общем они делали сэлфи я уверен вообще с фотографией связано очень много в жизни потому что фотография это фотоаппарат и диктофон и рисунок о котором мы может быть поговорим чуть чуть позже это лучшие друзья режиссера собственной судьбы мы по сути дела все снимаем большое кино это на наша жизнь и вообще нормальные режиссеры люди которые имеют общение с видео они постоянно носятся с фотоаппаратами я с фотоаппаратом дружил с детства вот сейчас у меня в коллекции тут огромное количество дурацких фотоаппаратов время собственно говоря уже давным-давно я имею не пользовался признаться они у меня просто хранятся потому что ну жалко такой доброго брат я даже не помню каким образом они у меня вот кроме современной камеры которую я могу там включить и с ним снимать например тебя вот ты сидишь вот она пусть там работает да вот есть телефон дурацкий да тоже ты можешь снимать этим телефоном вот но вот были совершенно потрясающие фотоаппараты в прошлом веке всеми ими пользовались и меня очень смешит например название некоторых наших советских фотоаппаратов которые оценились во всем мире я помню мы первый раз приехали в глицию нам нам сказали что надо было брать советские фотоаппараты там фото зенит и всякие прочие фотоаппараты такие потому что их там покупают оптика очень дорогая и советские фотоаппараты они ценились это были 80-е годы там прошлом веке в двадцатом веке вот мне нравится там название фотоаппарата зоркий это как вот есть пароходы там зоркий смелый буксира особенно на реках там фотоаппарат зоркий или фотоаппарат киев вот такой совершенно потрясающий тоже фотоаппарат я увы снимал в раннем детстве на любимый фотоаппарат у меня был смена 8 м она больше просто не было денег это был самый дешевый фотоаппарат был на большой садовое тогда еще улица энгельса такой фото магазин где продавался проявитель закрепитель фото бумага и всякая хренатень для фотографии но естественно дети в раннем возрасте первым делом что они начинают там рисовать карандашами всякую ерунду там разрисовывать учебники там потом в школе да а потом когда появляется там возможность они начинают фотографировать вот я сейчас помню там с удовольствием когда мы там сидим с моим дружбаном саша беззубым у него там был дом во дворе запущенный но не в том котором он жил а тот дом который был брошенный у нас там были комнаты у нас там было фото лаборатория вот значит лампы красного света чудовищный этот фотоувеличитель вообще такая все красно-черная черно-белая фотография и все в красном свете вот как мой вот этот безумный свитер видавший виды в жизни и вот мы снимали снимали все подряд причем молодые умудрялись даже однажды пойти в баню снимать голых тетенек но что-то у нас там не срослось но такая мечта была потом мы всю дорогу пытались затащить молодых девушек молодых девочек еще девочек сниматься в голом виде но они тоже там попытались нам набить морду царапались и никакую в общем ничего из этого хорошего не вышло тем не менее мы мы делали совершенно редкие снимки например мы валяли дурака когда шел поезд или электричка подъезжала к этому станции станция кошкина первая станция от пригородного вокзала сразу за заводом за котельно-механическим заводом сразу первая остановка перед шиферным заводом это станция кошкина и вот там причал знаменитый где там все мое детство прошло гремучка течет и вот я помню как мы снимали значит идет электричка мы стоим на рельсах электричка надвигается на нас я представляю что думают машинисты ну подонки понимаешь салфи делали и в самый последний момент когда уже электричка там подходит очень близко там где-то там за 10 за 15 метров мы делали шаг в сторону получалось там несколько таких фотографий надо было успеть это фотоаппарат очень примитивный там смена 8 валяется сохранилась не тут фотоаппарата уже более такие позднее они а тут тоже откуда взялись непонятно но значит я помню поскольку фото фотографировали мы в основном там с друзьями там вдвоем но наш друг друга фотографировать и что не то что как сейчас за фотоаппарат перед мордой своей поставил делал салфи так называемых противный слова кстати не нравится эти американские слова идиотских дурацких салфи салфи вообще фотографии это великая вещь великая искусство особенно черно-белая фотография по части черно-белой фотографии я к сожалению потом забросил все это дело но началась там рок-музыка спорт и нет спортом я еще занимался еще фотографировал да у меня есть даже где-то снимки вот там лежат дай бог если я не поленюсь достану все эти снимки там старинные конечно совершенно чудовищная были ситуации когда мы могли наснимать ноту я помню фотография замечательная я не могу не могу и никак не найти по мосту на стачке ехал такой старинный автобус старинный автобус вот старые такие 60 50-х годов послевоенный автобус его автобуса отказали тормоза и автобус но за малым не свалился с моста он завис вот так вот мы этот автобус умудрились там сфотографировать где-то эта фотография валяется она совершенно уникальными людей естественно там через как-то через заднюю дверь подпал и бегали фотография уникальна она черно-белая стран она уже страшно и пожелтевшие потом значит ну более поздний период работа одно время в газете я решил еще и фотографировать ну вообще конечно из корыстных целей я фотографировал под по той причине что денежку лишним надо было зарабатывать но поскольку это было лет 20 тому назад тогда не было еще таких навороченных сейчас ты там взял камеру и погнал куда хочешь там с фотоаппаратом наснимал выложил в интернет у тебя жизнь удалась да тогда у меня я забрал у люси и сестры моей жены галле фотоаппарат олимпус такой аналоговый ленточный олимпус с большим объективом но он такой электронный но аналоговый с пленкой и я на него делал замечательные снимки и наснимал массу очень хороших вещей я их размещал у себя в газете где я работал мне выдавали денежку там на фото бумагу там на я сам уже конечно фотографии фотографии не проявлял носил там специальную контору где мне там давали эти снимки делали за денежку я там приносил размещал в газете но судьба этого фотоаппарата сложилась очень печально потому что однажды мы поехали по местам боевой славы михаила юрьевича кажется лермонтова он там служим на тамань а там есть грязевые вулканы но изрядно напившись вечером мы решили пойти морем грязевым вулканом и вот тогда я сделал самый гениальный снимок но к сожалению сейчас расскажу печальную судьбу этого снимка которая так и не осуществилась благодаря моей большой глупости я снял вот такое красное небо это закат был вечер море и миллионы ворон улетающие куда-то я так был рад что я сделал этот снимок много говорится в природе всегда когда что-то удается в любой момент ты можешь облажаться ну что собственно говоря что со мной и произошло потому что мы поднялись на какой-то дикий грязевой вулкан и я там пытался снимать ну у нас там катя моя крестная дочка была на нее снимали нам была маленькая девочка там ну и мы с димой там пьяные в общем я поскользнулся вместе фотоаппаратом я утонул в грязевом вулкане поскольку в грязевом вулкане утонуть нельзя но он не план там поднимается там сколько там у них сотни тысячи километров грязь это там из жерла земли из ада сатана посылает нам эту грязь и тут приходит пьяный посидел с олимпусом и начинает снимать вот это все безоборот причем уже ночью закат но олимпус очень хорошо снимал но после чего значит упавший в грязь бедный олимпус да простит меня люся был мы попытались его отмыть в азовском море после чего он стал делать так вот вжик-вжик то есть у него выдвигался объектив задвигался и в результате фотоаппарат пришлось похоронить потому что такие уже фотоаппараты не подлежат восстановлению где-то у меня валяется тут до революционная или не до военная точная лейка ржавая я еще пытался там начали выбросить и потом думаю как лейка это же один из самых крутых фотоаппаратов там песня была знаменитая с лейкой блокнотом а то и с пулеметом и вот с лейкой же собственно говоря люди снимали там вторую мировую войну сейчас то мы имеем вот огромное количество вот этой всякой фигни но я после того как утопил олимпус тут появились мобильные теле они уже появились мобильные телефоны и я перестал заниматься фотографии в газете не это дело надоело но я с удовольствием это вспоминаю почему потому что но иногда вот например приехал в ростов заменит знаменитый хеви металлист удал дир шнайдер и мы его встречаем на вокзале более того мы там запретили всем снимать только нам можно было снимать этого года дир шнайдера всем остальным просто побили по камерам палками всех прогнали и вот снимаю только я и у меня значит олимпус на олимпус уже другой принадлежал другой девушке там такой тоже аналоговая такая труба я снимаю из вагона выходит замечательный хеви металлист куда он держит в руках клетчатые сумки такие с которыми бабки и тетки ездили за покупками в турцию там москву вот челноки и у него такая кожаная окутка как у замдиректора нахичеванского рынка и у него короткая стрижка он уже пожилой мужчина и вот эти фотографии они у меня сохранились более того я с этим фотоаппаратом потом тусовался естественно по концерту и сделал снимки уже того же удал жить всего в цепях там бронзует как там у него там вот такие вот там штучка понадевался ведь дядька уже после инфаркта но все равно же рок-н-ролл как надо же все серьезно и я снимал снимал потом приехала группа в очередной раз 150-ый раз приехала группа депор плен город ростов но опять же я с фотоаппаратом поднесся со своим снимать 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 все и более того опять же там есть очень редкие снимки по той причине что но всем же не всем разрешается снимать рок-н-ролл мне почему-то было разрешено но снимать их на пресс-конференции это одно дело когда там гилан пришел вообще в каком-то домашнем халате на пресс-конференции другое дело снимать их на концерт ноги он человек большой и оригинальный внешне похож на моего папку и он большой шутник и более того он и выступал то собственно концерты босиком а перед концертом я пришел ну туда я я умудрился попасть на настройку а на настройку я попал ну там охрана она значит там всех никого не упущает в зал а меня пустили у типа я там большой друг депор плея я снимаю господина глоуера настраивающего бас-гитару то есть никого нет в зале я несколько охранников и на сцене господин глоуер настраивает баску я его снимаю и ко мне подбегают злобные охранники пытаются выхватить у меня мой олимпус а горит но 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 это мой парень ставки охранники раз отвернулись почему он сказал мой парень дело в том что на пресс-конференции была смешная ситуация все задают ему дурацкие вопросы там великий диплок расскажите о машин хит а фаер богу а как вот вы добились такого успеха почему там с вами там этот не игра и тут посидел в стоит а расскажите почему вы и гиппопа в чемодане в окно выбросили из-за не на тенем переводят они а причем переводил это все игорь замечательный гитарист и лидер группу богабонт сам музыкант и очень хорошо знает язык но он очень грамотно перевел они начали ржать и горит мы не и гиппопа гилан горит мы не и гиппопа выбросил и показывает на год в окно краснеющий запомнил мой вопрос типа откуда этот придурок вообще знает что мы вообще в молодости вы творили сейчас мы там попиваем с вами там пивко с раками там с рыбцом и с лещами да в гостях водочку рюмочка чтобы раньше делали это уж уж как кого мы выбрасывали в чемоданах с фотографией связано очень много замечательных историй причем собственно говоря за некоторые снимки можно было и в репу получить очень серьезно потому что были но скажем в более позднее время я умудрился фотографировать церкви и снимать на камеру за что значит на меня попытались кинуться какие-то злобные дяденьки но я там очень вежливо от них отмазался парень я большой тем более не играть в моей церкви где раньше репетировал церкви григория победоносца но я вот пришел с вот такой камерой там в шортах и начал это все снимать но я кусок снял я снял а как известно у нас же там святая церковь она же она очень воинственная она же вечно там то а в дети роганяна там загнали там заразрисованные какие-то там бедные иконы в ушку и рпц выгнали там художника из страны то кого-то еще там из художников они очень сильно там заслевали но с цикой вообще это вот у нас есть фсб кгб фсб и церковь вот они все контролируют не дай господь там заснять там какую-нибудь фигню эти по моему они уже даже сами за рекламу ну и что касается сам современной фотографии сейчас я редко фотографирую потому что там есть профессионалы типа тебя вот но тем не менее все мне а вот эти все вещи очень дорогие иногда я порываюсь но я даже я уже забыл даже как ее проявлять ты пока снимаешь пленочку я возьму кое-что там я тебе покажу думал код это не код это не код раньше раньше в каждом доме было принято держать огромное количество ну у кого были деньги те собирали картины у кого чуть-чуть было меньше денег все собирали книги книги собирались но не читались это сейчас у тебя есть интернет и то что тебе надо там воткнуть ты берешь набираешь там в поисковой ты конечно сидишь портишь глаза а раньше в каждом доме еще кроме книг были еще фотоальбомы такие они там уникальны понятно непонятно куда делись фотографии но суть не в этом дело в том что возможны вот эти старинные дела они чем уникальны вот у меня сохранился там семейный альбом очень такой хороший вот например тут тут я мама вот например детская самодельная детская фотография меня видно или совершенно уникальная вещь и почему вот сейчас тоже красиво посидел вот моя бабушка которая меня воспитывает в очень богатой но отчасти дикой стране саудовской аравии до 80-х годов насколько я знаю фотография была чуть ли закон не запрещено но только фотографироваться можно было только на документ где-то у меня фотография бабушки почему все это происходило в связи с чем это было связано значит арабы они считали что фотография а вот кстати отвлекусь с ними это вот моя прабабушка у нее было очень много детей видно бабушка маша она прожила почти 90 лет она уникальная женщина такая казачка на радио там чет 20 детей но естественно в ту пору дети умирали рано вот мой дедушка знаменитый тоже меня воспитывал там очень долго значит арабы считали что фотографии принадлежит сатане принадлежит смерти и каждая фотография это впечатление этот момент смерти то есть тебя сфотографировала смерть и ум по сути дело в этом какая-то наверно доля истины есть но сейчас там арабы стали вот замечательные дети посидела младше старше вот были замечать вот арабы они считали фотографироваться это страшный грех это было запрещено и знаю там как у них назывался там коран или хрена матата но дикий народ но нефти много бабок много очень развитый развитый мир хотя в этом отношении они по сути дела очень отчасти очень сильно правы потому что фотография она фотоаппарат камера вообще она видит тебя так как не видишь ты себя в зеркале то есть это другая реальность зеркало ануса само по себе мистическое такое существо я его называю я вообще зеркало считаю живым существом у меня очень много песен на зеркале я написал очень много песен про смерть и очень много песен про зеркало и вот одна из любимых моих песен про смерть она там есть как-то как-нибудь выставлю в интернете но она не одна там много про смерть песен вот значит что касается самодеятельной фотографии но нет разрывая старые документы ты же возвращаешься там жизнь вот например фотография сделано там на ту же смену 8 чудовищные фотографии детские фотографии совершенно нелепые не знаю там мальчику 16 лет он дуркует по-своему там до качество представишься само же она же все проявлялась там понимаешь интересно во первых раньше же существовала печать пресса журналы вот такой пьяный посиделов наверно в молодости а может трезвая фотографии великая вещь еще тем что она во первых в судебно судебных делах присутствует имеет место но опять же великий рентген без которого мы жить не можем как известно там несмотря на эпоху современного оборудования всяких там узи и мрт и прочих приборов рентген по-прежнему является одним из самых важнейших факторов фотография черно-белая стала большим искусством вот например такой посидел сам себе делал автопортрет ну то есть фотографировал там наверное его какой-нибудь товарищ или подружка вот и представляешь фото фото фотография недодержанная там не вытащена потом еще же там огромное искусство проявки вот эти у тебя желтые руки закрепителя в проявителя а потом когда ты сидишь как мудила крутишь вот этот бачок 15 минут проявляешь потом промываешь воде а там крутишь ударил за пальчиками там вот потом ты там после проявителя наливаешь закрепитель еще 15 минут крутишь потом эту достаешь такой открываешь волшебству там проявилась пленка или ты ее засветил достаешь она проявилась этой такой счастливый у тебя пленки во дворе у всех бабушек висят белье трусы и там всякие колготки там чулочки там всякая хрень а у тебя пленки сушатся это целое искусство на самом деле очень многие я уже говорил режиссеры они дружат фото с фотоаппаратом обязательно непременно с фотоаппаратом и с блокнотом но рисуют они постоянно рисуют рисует раскадровку рисует всевозможные планы рисуют будущую декорацию или когда ты ходишь с фотоаппаратом постоянно то ты можешь снять массу таких вещей вот я например свое время у меня сдох тут фотоаппарат очень хороший samsung они же вечно подыхают вот когда у меня этот был samsung я постоянно на него снимал снимал сейчас я не снимаю потому что ну во первых мне лень все за меня там делают зачем вот и а я самсунгом снимал но целый фильм фактически почему я это делал потому что это было совершенно необходимо вот ты идешь и в твоей жизни возникают совершенно проклятое слово совершенно паразит неожиданности сказочные мистические скажем иду я в частном секторе возле дворца спорта кстати по нашей улице лермонтовской по моему она там еще где-то там проходит да и там с одной стороны вот дворец спорта с другой стороны частный сектор такие домики там одноэтажные там им там по 150 лет они там такие и вдруг форточку выскакивает чудовище и пытается откусить мне голову и потом я понимаю что это чудовище миловидная баллонка с очень такой запыленной мордой грязной белогрязная как 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 вот зимний грязный снег бывает вот такая баллон но она вовсе не собиралась мне откусывать голову но она настолько была красиво хорошо что я ее сфотографировал потом я стал с ней дружить стал ее снимать она сразу стала улыбаться ну то есть она там сидела скучала была форточка открыта она решила там загавкать на меня вот получился очень хороший снимок потом а значит я проходил мимо кинотеатра театра россия к сожалению сейчас от этого кинотеатра один фасад остался видимо его уже разрушили к чертовой матери хотят там поставить очередной мега центр супермаркет для новорусских людей чтобы там все было чтобы там можно на дорогих машинах парковаться покупать всякое там турецкое говно в кульки себе да а вот раньше там был кинотеатр и там по вечерам крутили всякие кино журнала подобную кубани кинохронику можно было посмотреть там кстати работал мой друг леня неженцев киномеханика и вот он крутил вот эти всевозможные там доморощенные дела но и потом когда уже там лени давно не было осталось от этого окно ну раньше как вот ты гуляешь по парку 80 80 80-е годы и вот накид на театре ростов ты можешь посмотреть документальное кино там подобную кубани зато как собрали пшену сколько там кукурузы вырастили там для страны насколько мы победили там перед двадцать четвертым съездом победили экономику насколько мы победили буржуев насколько мы в космосе всех обогнали вот в этом окно можно было все прекрасно видеть однажды я просто когда уже все это закончилось и кинотеатр пошел под под снос остался этот ну еще кинотеатр ставил еще его не снесли и там жили видимо какие-то бездомные собаки и вот я иду и там вот эти собаки в вот за этим стеклом их там штук пять-шесть они все разношерстные такие там нет не до лайки не до восточноевропейские овчарки там не до долги какие-то там смесь тузика с фуфайкой и вот они все пытаются там через окно лаять на меня лаят они на мяк снимаю фотографию вот это потом на этот samsung я снимал господина кусту лицу приехал он первый раз в ростов была пресс-конференция он частями даже говорил а на русском языке но вот грёбаный фотоаппарат сломался и вся эта фигня вся эта информация у меня осталось в нем восстанавливать я его конечно же не спешу да на этот наверно это уже невозможно но к сожалению все надо делать вовремя надо вовремя сохранять надо вовремя выкладывать свое видео надо все это беречь 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 тянуть 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 вот а почему я собственно говоря начал весь всю эту историю о том что во всем виноват сатана ну потому что на история такого что на самом деле когда говорят что радио изобрел господин попов они этот проклятый человек гноивший великого изобретателя теслу дядька эдисон вот никто не знает вообще кто изобрел электричество вот пойди найди определи никто не знает кто изобрел лампочку ильича может быть сам ильич и забрём тогда когда его выгнали из университета казанского потому что он не хотел учиться а хотел делать революцию потому что саша старший групп бросил бомбу в царя и какая нахрен там зачем учиться если там уже там достаточно образованный мальчик можно идти заниматься революцией точно так же с фотографией никто не знает эдисон там братья эти как они там что они там снимали первое кино или еще там этот дядька француз который в окно снял там кусок улицы эти замечательные люди 1826 году если я не ошибаюсь сейчас даже посмотрим до 1861 году была сделана первая цветная фотография это 18 век но это конечно же было достаточного божества но никто толком не знает когда появилась собственно говоря когда появилась кино потому что вот эти вот два придурка которым переписывают все это изобретение кино аппарата да никто не знает вообще кто первый начал рисовать рисунки рисовали первобытно общинном строе вот эти люди которые вот у него семья вот у него баба вот у него дети их надо кормить надо пойти убить мамонта вот он пошел там завалил мамонта принес им кусок мяса они пожирали а чё в свободное время делать вот он берет угольки и всякую херню и начинает рисовать на стене так появился рисунок появилась графика появилась жизнь а может быть уже в ту пору там в атлантиде люди снимали там сэлфи делали на полный рост и когда появилась фотография когда появилась кино когда все появилось никто толком не знаю а на самом деле я думаю что все придумал сатана ну что богу до этого дела не было бог занимался какими-то более высокими он создавал миры он создал это там адама и его а а кто создал змея который совратил еву да запутал ей мозги и она погрузила там господина адама в разврат в результате которого произошли мы сейчас делаем радостно сухи вот и все что я хотел рассказать про искусство управления света что собственно говоря техника рисования светом а свет по-гречески это собственно говоря фотография это свет умение владения светом можно еще владеть тьмой вот сатана владеет и тьмой и светом на этом все